Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Совсем скоро прозвучит последний звонок, как это событие отметят самарские выпускники и как в школах действует ученическое самоуправление. Об этом говорим сегодня в нашей студии руководители городского школьного парламента Елена Козьякова и Владислав Кузнецов и председатель организации Ольга Демушкина. Добрый вечер! Я напомню нашим телезрителям, что мы в прямом эфире. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Елена, Ольга, Владислав. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, давайте начнем с общего, да, что представляет из себя городской школьный парламент, кого вы объединяете, как давно существуете и какие, наверное, все-таки задачи стоят перед этой организацией? Ну, на данный момент городской школьный парламент – это команда молодых, активных ребят, лидеров, так скажем, ученического самоуправления, которых объединяет, наверное, общая идея – это развитие ученического самоуправления в городе Самары, организация городских мероприятий в рамках ученического самоуправления. Это только старшеклассники, Елена, или нет? Или у вас как-то ограничен возраст? Ну, да, конечно, ограничен. К нам в парламент приходят ребята от 8 класса, то есть от 14, ну, 14-15 лет, вот такой средний возраст, когда уже мы набираем. Ну, соответственно, до 11 класса, после 11 класса они выпускаются и уходят от нас. И сколько вас, вот эта организация, она многочисленная или нет? Ну, на данный момент у нас 27 человек. Всего? Всего. То есть к нам попасть не очень… Ну, это парламент – это такое некоторое руководство, да? Это не то, что вот всех членов объединяет, да? Не всех, конечно. В каждой школе существует свой орган ученического самоуправления. В сентябре месяце каждая школа выдвигает своих кандидатов, лидеров для вступления в парламент. Но, естественно, берем и не всех, у нас существует своя квота, конечно, по несколько человек от района и, собственно… А важны какие качества прежде всего? Ну, конечно, лидерские качества очень важны, да, для… То есть Ольга и Владислав – это лидеры, раз уж вы вошли в парламент, да, у вас эти качества есть. Я уже давно в парламенте. Уже давно? Да, я был сначала. А почему такая идея, Владислав? Вот что вы хотите? Пришли вот в этот парламент. С какими идеями? Вы хотите продвигаться по карьерной лестнице общественно-политической такой деятельности? Нет, наверное, стоит сказать, что я педагог парламента. И уже в парламенте давно, можно сказать, с самого начала его создания, то есть я еще в школе когда был, мы активно занимались самоуправлением в школе, социально значимыми мероприятиями. После выпуска уже из парламента, когда я поступил в институт, меня позвали работать. А педагог парламента – это что входит в ваши функции? Вы учите молодых парламентариев? Интересно просто, вот педагог, да, может, преподаватель какого-то там предмета, да, специально? Скорее всего, мы координируем ребят и направляем их в правильное русло. Мы работаем по трем направлениям в парламенте. Это социально значимая деятельность или досуг, социальное проектирование и направление СМИ и пиар. То есть в рамках социально значимой деятельности мы учимся организовывать мероприятия, проводить их, сами участвуем во многих городских мероприятиях. В рамках социального проектирования мы с ребятами придумываем различные проекты и реализовываем их. А в рамках направления СМИ и пиар мы, ребята, кто хочет, например, в дальнейшем работать в журналистике, мы активно с ними этим занимаемся. Да, понятно. Ну, вы так сказали, мы направляем в правильное русло. Вот я в этом услышала какой-то, ну, не диктат, конечно, а какой-то такой вот, что вот так вы идите сюда, вот в это направление, так вам правильно будет поступить вот так. Нет такого? Вот как это все происходит? Вот Ольга, как вы попали? На самом деле, я попала в городской школьный парламент в выборы, у нас тоже есть такой способ попасть через выборы в городской школьный парламент. И у нас на самом деле педагоги, наши товарищи, которые нас действительно направляют в какой-то деятельности, они не говорят, как нам нужно делать. Они объясняют, показывают на своем опыте, они говорят, как правильно это делать, потому что на самом деле школьники, у них очень много идей, которые они хотят реализовать, но они не знают, как это правильно сделать. Городской школьный парламент является определенной площадкой для саморазвития. И школьники могут прийти к нам со своими проектами, и мы их всегда поможем их реализовать. Да, мы с 2015 года являемся коммуникативной площадкой в рамках развития стратегии, в рамках стратегии развития городского округа Самара, вот мы являемся коммуникативной площадкой. То есть к нам обращаются школьники, у которых есть какие-то вот идеи, как преобразовать свой город. Вот. Но писать проекты, на самом деле, ребята умеют очень плохо. Вот мы им помогаем и написать, и разработать, и, конечно, реализовать. Получить гранты, да. Да, вот как раз про гранты я хотела сказать, потому что в любом случае требуется финансы, даже элементарно какую-то сделать работу, где-то нужно что-то откопировать, отксерокопировать и так далее. Нужны деньги. То есть у вас политика такая, участвовать в грантах и зарабатывать самим, да? Да. А еще с кем сотрудничаете? Вот кто вас поддерживает, молодежь школьную? А молодежь школьную, ну, наверное, сначала это общественно-молодежный парламент. Потому что, как бы, заканчивая, переходя из ступени в ступень, да, из школьного парламента, в основном ребята уходят в молодежный парламент. Да, уже раньше. При Думе. С кем мы сотрудничаем? У нас... Самарский дом молодежи. Самарский дом молодежи. У нас инициатива плюс. Ну, в городе существует также много других молодежных организаций. Мы вот как-то... Сейчас даже в районах появляются такие вот молодежные советы. Общественные. Общественные, прекрасные вот представители приходили к нам с Ленинского района, может, вы с там знакомы. У нас просто очень инициативные люди. Я была поражена. Молодые. Да, это общественно-молодежный парламент Ленинского района, который тоже также ходит в Совет общественно-молодежного парламента при Думе. Также в районах у нас есть органы самоуправления на уровне районов, куда ходят все школьники нашего города. То есть специальная структура у нас, как можно попасть еще в городской школьный парламент. Все активисты своих школ в своем районе, они могут пойти в район Координационный штаб при своем районе. И уже активисты район Координационных штабов попадают к нам. Понятно. А нет такой вертикали? Как-то вот такое впечатление, что у вас все постарше, тут пошли там дальше. Структура, она есть. То есть, когда мы говорим про выборы, да, есть квота в парламент, да, кто ребят подать. Понятно, что мы не можем взять всех. Мы берем по квоте, и те ребята, которые пришли на выборы, но не пришли к нам, они могут продолжить свою деятельность, реализовывать какие-то проекты, развивать самоуправление у себя в районе. Как раз вот в районно-координационном штабе. Понятно. А какие яркие проекты, ну, чтобы мы понимали, чем вы занимаетесь, уже реализованные, и о каких вот вы можете рассказать на данный момент именно вот с участием городского школьного парламента? Что было такого массового, интересного, с такой задумкой? Даже, может быть, вот не очень обычной, потому что как-то мы привыкли к каким-то стандартам, да, вот такое мероприятие сейчас проведем, вот, если это это, то вот так. Ну, мероприятие-то проводим достаточно много, но вот, наверное, один из последних наших проектов, проект называется «Мультгород». Немозвание уже необычное. Необычное, да, на самом деле необычное. У нас в Самаре очень хорошо, на самом деле, простроена работа с детьми с особыми возможностями здоровья, но вот именно в плане адаптации, коммуникации детей с особыми возможностями здоровья не так много. И вот у нас ребята заразились этой идеей, потому что у нас вот, где мы располагаемся, Центр детского и мужского творчества «Мечта» на улице Галактионовской, у нас существует такое некое объединение ребят, называется «Лучик надежды», ребята с разной степенью заболеваемости, вот. И вот наши активисты решили, ну, поработать, наверное, пообщаться с такими ребятами и решили совместно снять мультфильм. То есть они приходили, сначала показывали мультфильмы, рассказывали о процессе съемки, как это происходит. Мультфильм, на самом деле, ну, совершенно коротенький, там буквально три минутки, но вот ребят с особыми возможностями здоровья изготавливали героев сами. То есть они делали маленьких жучков-паучков, у нас мультфильм по сказке «Муха-Цокотуха», жучков-паучков делали сами, съемку осуществляли сами, под руководством, конечно, старших ребят, но все-таки сами. Монтировали вот наши ребята, и получился совместный мультфильм. Да, ну это уж вы меня удивили, потому что производство мультфильма, это, на мой взгляд, очень сложная технология. Очень сложная технология, да. А кто владеет ей? Мы приглашали Центр социализации молодежи, да, партнеров наших, студия «Субъектив» у нас есть такая в городе, которая обучала нас, как снимать мультфильмы. Она вот одна из крупнейших по Самаре, которая занимается вот этой технологией стоп-моушн. И они нас научили, показали, рассказали, мы передали знания ребятам. А кто был автором вот такой идеи, чтобы вот с такими ребятами сделать мультфильм? Вот кто? Ну, сами захотели. Оля, это очень интересно. Ну, интересно, потому что обычно вот как-то там, ну, придем там, пообщаемся, еще что-то. Ну, как-то нужно, ну, что вот вы придете пообщаться? Ну, пообщаться. Ну, это, конечно, неплохо, да, но вот чтобы действительно так вовлечь в процесс. И результат увидеть, да, и где-то его можно... Результат очень легко увидеть, когда ребята приходят с родителями, и, ну, у них очень слабо развиты коммуникативные навыки, да, то есть им очень, ну, тяжело передвигаться в общественных местах. А сейчас такие дети, они могут сами попросить о помощи, что для нас стало большой неожиданностью. С ним, конечно, психологи работали в нашем проекте, проводили входящую и сходящую диагностику, и на самом деле результаты довольно... Да, ну, молодцы, что сказать. Хочу перейти сразу к следующей акции, которая только планируется, да, это последний звонок, чтобы рассказать всем желающим там поучаствовать, почему у вас родилась такая идея, вот, организовать этот процесс, прощание со школой. Когда, где, кто будет участвовать, вот что это за идея, расскажите. Давай, я, наверное, расскажу, да, идея родилась, ну, буквально недавно. К нам в парламент входят ребята, которые активисты, школьники, ну, многих школ со всех районов нашего города. И, наверное, одно из желаний было отметить все-таки последний звонок всем вместе, потому что они выпускаются из школы, выпускаются и из парламента, соответственно. Ой, ну, извините, сразу перебью, но он и так отмечается, этот последний звонок? Отмечается, отмечается. Ну, вот, весь этот, я не знаю, школьный марафон, наверное, который вот длился все 11 лет, захотели ребята отметить именно вместе. То есть мы проанализировали опыт других городов, посмотрели, как же отмечается праздник вот именно последнего звонка в городах России. И очень нам понравился, на самом деле, опыт города Уфы. Они на протяжении уже пяти лет отмечают последний звонок как весенний бал. То есть все школьники города выходят на центральную улицу и идут полонезом, танцем полонез, да, до центральной площади. Там у них танцуется общий вальс. И особенностью, что, наверное, за пять лет у них приняло участие более 48 тысяч школьников. И результат виден, на самом деле. И самарские школьники тоже пойдут полонезом? Нет. У нас, конечно, активно развивается вот бальное движение, но нет, мы пойдем просто колонной. Просто колонной. Да, все школьники завтра, 25 мая в 14.00 с улицы Ленинградская стартуют одним общим потоком до набережной, где состоится большой праздник, где состоится торжественная линейка. Да, они пройдут по улице Ленинградской, где будет их встречать семь различных площадок. Эти площадки имеют каждое свое название. Самара космическая, Самара театральная, Самара музыкальная, молодежная и так далее. Большое спасибо, наверное, хочется сказать всем учреждениям дополнительного образования, которые включились в эту работу и помогают в оформлении. Ребята пройдут, постоят на торжественной линейке, и на самой набережной уже будет большой праздник. Каждый из районов представит свои школы, расскажет о себе. Допомню, да, что когда родилась эта инициатива, чтобы как-то ее реализовать, мы обратились к главе города Олегу Борисовичу Фурсову, который поддержал, да, конечно, и захотел, чтобы мы это все реализовали, и, конечно, нам активно будут помогать. Ну да, инициативу, так важно, да, поддержать инициативу. Можно сказать, что да вы что, сейчас такое время, тут это пятое-десятое, денег нет, это меры безопасности, это дополнительная нагрузка тут на всех, а если поддержан, но я представляю все равно, что волнение, да, вот какие функции организаторские вы на себя взяли, да, вот это же... Ну, все-таки перед началом мы опросили школьников, был у нас некий опрос запущенный в нашей группе, и многие школьники положительно отреагировали на проведение такого большого праздника, потому что... А из каких, из многих школ? Нельзя сказать, что из всех подделываются, да, а вот какие школы подключены? Практически все, практически всех районов. Вот это да, вот это... Потому что ребятам это интересно, их, вот, ребятам нравится общаться между собой. Мы же общаемся не только с теми, кто у нас в этой школе, мы общаемся еще между школами. Для этого мы и существуем, чтобы объединять всю молодежь нашего города на благо какого-то развития. Поэтому мы решили запустить этот проект, чтобы все школьники города общались между собой и унесли какую-то общую идею. Очень прекрасно. Оля, ну, когда говорят, вот уж извините меня на благо развития... Ну, действительно так. Ну, так, ну, какие штампы, да? Ну, я вот в вашей деятельности штампов не вижу. И хочется, чтобы вот как-то было все попроще. Вы знаете, совершенно на днях произошло такое событие. Перед депутатами Государственной Думы выступил блогер Саша Спилберг, да? Вот к тому, что власть сегодня заинтересована в общении с молодежью. Им даже интересно самим, как так можно выстроить общение. Причем она начала с того, что у меня 10 миллионов подписчиков, да? И даже поинтересовалось, у кого-то из депутатов там есть столько, да? То есть, вот как вы смотрите на то, что происходит, вот такое событие? В связи с чем? Что подтолкнуло и почему это вас требует? Ну, я думаю, что это связано с тем, что сейчас интернет набирает большую популярность. И школьники, и молодое поколение, оно очень много проводит времени в социальных сетях. То есть, по сути, вся вот эта вот коммуникация с обществом, она происходит через социальные сети. И блогеры, они, их очень много. Саша Спилберг, наверное, он такой самый яркий представитель. Наверное, ее и пригласили по этому. Они рассказывают, затрагивают какие-то социально значимые проблемы в обществе, да? То есть, что-то, о чем-то рассказывают молодому поколению. И как раз перед депутатами Госдумы она говорила о чем? Что она желает, как бы советует им, Саша Спилберг, чтобы они были открытыми так же, как и видеоблогеры. Да, как она сказала, я прозрачна с 13 лет. Прозрачна в том плане, что блогеры, они публичные, ну, как бы публичные персоны, и вся их жизнь, она на показ. Она имела в виду в том, что, чтобы депутаты снимали сами видео, выкладывали их, чтобы общество, оно имело какое-то представление о жизни депутатов. То, что они там не сидят в Госдуме только, да, что-то делают. Все мы люди, все мы чем-то занимаемся. Я не знаю, насколько они сами заинтересованы в этом. Но к чему я вот этот вопрос задала, хотелось бы узнать, как вы представлены в соцсетях, и что предлагается через соцсети можно сделать вот просто школьникам, да, старшеклассникам. Так как школьники у нас проводят много времени в интернете, наша основная задача их как-то, чтобы они не просто там сидели, наша задача их заинтересовать. То есть у нас в городском школьном парламенте есть своя группа ВКонтакте, где мы ведем различные рубрики, да, школьников. Это какие-то советы полезные, это информация о выставках в нашем городе. То есть наша основная задача заинтересовать школьников, чем ли вы заниматься. Также у нас есть различные аккаунты в соцсетях. Это Инстаграм, где сидят все наши школьники, это Твиттер, и мы создаем свой канал на Ютубе. Мы работаем в социальных сетях для того, чтобы школьники узнавали о нашей деятельности, узнавали о деятельности, которая происходит у нас в городе, чтобы они этим интересовались и также делали это все. То есть вы прозрачные, так можно сказать, да, вот все, что вы делаете, вы все это демонстрируете в тренде, в новом современном. Мне просто стоит сказать, что не так давно, ну, мы не так давно ведем, да, не с самого начала образования парламента. Где-то вот года два-три назад мы завели соцсети и поняли, что через вот работу с соцсетями, то есть подписчиками, пользователями, можно доносить какую-то важную информацию. Понятно, что если у нас появляется какая-то идея, которую нужно обсудить, поддержать, мы не, там, пока мы пройдем весь этот процесс, общение с районами, со школами, это очень долго. Как раз вот соцсети, они позволяют очень оперативно работать и доносить очень важную, актуальную информацию до школьников. И сразу видно, насколько она интересна, да, вот будут там заинтересованы, там отклики какие-то, да, да, да. А если нет, то все вот мертвое, то, наверное... Вот даже для примера хочу рассказать такой случай. Буквально недавно у нас родился проект, совместно с третьей школой, он назывался «Карта безопасного детства». То есть мы хотели на карте Самара через... Приложение. Приложение, да, приложение для телефонов создать такую некую карту на платформе Дубльгиса, в которой будут отмечаться опасные места именно для школьников. Мы провели опросы в интернете, как бы многие очень нас поддержали, но выяснилось, как оказывается, что у администрации уже существует такой проект, и он запускается буквально вот через несколько дней, да. И, собственно, и узнали мы об этом, на самом деле, из соцсетей. Тоже польза, да? Конечно. А то было два параллельно и непонятно зачем. Зачем, да. Такие затраты эмоциональные всякие. Еще хотелось бы узнать, вот вы еще позиционируете себя, что не только вы что-то делаете, деятельность, но вы это еще и продвигаете, и в СМИ. У вас даже, по-моему, школа юных журналистов есть, да? Есть. Вот как вы к этому пришли? И практика на чем основана? Вы работаете с журналистами профессиональными, или как вы этого добиваетесь? Или вы сами по себе там? Ну, нет, конечно, мы сами по себе. В рамках вот областной программы школьной журналистики, школьного пресс-центра, у нас существует такое некое объединение юных журналистов, которые посещают все городские мероприятия, то есть они проходят обучение, их обучают, выпускают свою газету, называется «Скоростной трамвай нового поколения». То есть ребята там пишут о всех актуальных мероприятиях, берут интервью, учатся брать интервью. Вот буквально пару месяцев назад мы запустили еще один новый проект, мы рассказываем о наших спортсменах города Самары вместе с общественным молодежным парламентом. Да, мы такие снимаем мини-ролики буквально трех минуточки, да, и рассказываем о самых выдающихся спортсменах нашего города. То есть ребята сами приезжают, берут интервью, составляют список вопросов и выпускают ролики. Тоже интересная идея. Хотела сказать про крылья советов, но не очень в тему. Оля, скажите, пожалуйста, вам какая тема ближе? Проектов много, проекты разные, но у каждого человека есть что-то свое, которое откликается, которым особенно приятно и интересно заниматься. Мне очень интересно развивать, наверное, творческое направление, потому что у нас столько школьников, которые имеют огромный талант, но они их не развивают. И поэтому мы, наверное, создаем такие проекты и устраиваем такие мероприятия, где ребята могут проявить себя. Это профильные смены летние, и не только, мы проводим их также зимой, осенью, где ребята могут приехать и проявить себя как личность, как творческую личность, как... они проявляют себя в разных направлениях. И это очень интересно наблюдать за их развитием и понимать то, что у нас в Самаре полно таких школьников. А вот проявить себя как творческая личность, то есть они что, они художественным каким-то творчеством занимаются или что? Они занимаются всем. Они у нас на сменах пишут проекты, участвуют в мероприятиях, в инструктуальных играх. Также они на, допустим, вечернем мероприятии создают сами. Они сами себе режиссеры. Каждый отряд, они создают свой номер и его показывают. И у них это получается очень хорошо. Понятно. Так, скажите, пожалуйста, еще такое важное направление. Ну, уже несколько лет молодежь за здоровый образ жизни. Такой тренд, да? Вы как-то откликаетесь на него? Опять же, есть ли какие-то новые идеи? Не чтобы вот это фитнес, да? Вот я ходила в фитнес-центре. Конечно. Подкачиваете еще что-то там такое? Мы каждый год проводим... У нас есть такая ежегодная традиционная акция, называется «Как здорово быть здоровым». Мы ее проводим на разных площадках нашего города. Мы с утра, это обычно январь месяц, самый мороз. Да. Собираемся с утра, школьниками, активно их зовем, берем жителей города и проводим утречную зарядку. И приходят в мороз? Приходят, на самом деле приходят. А в этом у нас году была на улице Ленинградская, в том году у нас было в загородном парке, набережной. Вот на разных площадках активно за здоровый образ жизни. Да, это замечательно. Я хотела бы еще поинтересоваться, понятно, что это такое движение не только в Самаре, да? А как вы входите в общее российское, такое федеральное направление? Как вы с этим существуете? А вот как раз у нас проходят наши смены, и мы решили пообщаться, узнать, какой же опыт существует в других городах. И пригласили, выяснили в интернете, также через соцсети нашли, что существует у нас городской школьный парламент города Иркутска на берегах Байкала. Пригласили их к нам и были очень удивлены, что они к нам приехали. Согласились, и большие делегации приехали. Согласились, и большие делегации к нам приехали. Где же вы их разместите? У нас была профильная смена, профильная смена в лагере, в черте города, на второй просеке. Они у нас поучились, посмотрели, какая у нас система, как мы работаем. И, собственно, пригласили нас к себе. И вот 1 сентября все пошли в школу, а мы сели на поезд и 4 дня ехали на берега Байкала. Какая красота. Да, и именно там, наверное, на одном из мастер-классов мы узнали о том, что... ну, не узнали. Идея о том, что существует российское движение школьников, подписано уже давно, да? Все об этом знают. Но вот именно там мы поняли, как же именно Иркутска работает, сотрудничает с российским движением школьников. Приехали сюда и включились в эту работу. Наверное, я так скажу, что мы включились в эту работу. На данный момент у нас существует три пилотные площадки в городе Самара. Это 132-я школа, 163-я и 72-я школа. Они уже целый год работают именно по направлению российское движение школьников. То есть у них существуют свои отряды, свой актив, они проводят мероприятия, проводят слеты, обмениваются опытом, обучаются. И мы вот активно им помогаем в этом. Вот буквально недавно у нас состоялась 18 мая молодежная форума «Вместе», где мы проводили одну из площадок информационно-медийное направление как раз. Наверное, стоит сказать про направление как раз российского движения школьников. У них четыре направления, по которым они работают. Это информационно-медийное, творческое развитие, гражданская активность и патриотическое направление. То есть они вот работают по четырем направлениям. И мы как раз на форуме ребята могли поработать во всех этих направлениях, понять вообще основную идею, чем они занимаются. И вот летом... Да, с 13 по 24 июля у нас состоит первая смена именно по обучению российского движения школьников. Это такая некая будет совместная площадка, где будет формироваться именно резерв на следующий год для вступления. То есть, конечно, будут три пилотные площадки, которые сейчас существуют. И будут добираться те школы, которые хотят включиться в работу. Потому что включиться на самом деле в российское движение школьников не так легко. Ну, конечно. Интересно. А вот я думаю, что все общественные организации преследуют цель быть массовыми. А вы говорите, что не так вот легко все это вот... А, пока это только проект. Да, то есть пока это только как бы начинает все развиваться. И у них не такой большой... То есть существует определенный список тех организаций, с которыми они сотрудничают. Это проверенные люди, проверенные организации, проверенные ребята. И попасть в этот список на самом деле непросто. Мы, слава богу, в этом списке. С нами работают, сотрудничают. Но вот у нас есть такая возможность провести смену. У них пока нет. И мы вот объединили усилия и проводим в этом году впервые такое большое обучение для школьников. Какие еще проекты, Владислав, на лето? Вы же летом... Понятно, что это каникулы, школы вроде бы как-то закрываются. И вы, наверное, все тоже в отпуске обходите или нет? И вот на лето есть какие-то планы? Наверное, сейчас основные планы – это подготовка смены как раз. Потому что... Да, потому что она... Это дело очень затратное. И сказать о том, что смену готовят не педагоги, собираются, да, там, центра. А сделаем мы то-то, то-то и проведем. Нет. У нас собираются ребята, которые... Мы обговариваем план смены, да, то есть что мы хотим провести, какие мероприятия будут интересны ребятам. Ребята сами готовят материал, сами его защищают. Потом уже на смене сами уже доносят ребят какие-то вот основные идеи, уже подготовленные. То есть в смысле такого, что у нас как вот в школе, да, пришли педагоги, вот, ребята, садитесь. Сейчас мы будем... У нас мастер-класс там... Будем учиться. Да, будем учиться. Нет. У нас все это вот в таком, как говорится, дети детям. То есть ребята сами учатся, чего-то начинают, какой-то навык приобретают, потом доносят его до ребят. Да, понятно. Ну, я думаю, что стоит еще раз сказать об этой акции «Последний звонок». Кто пропустил эту информацию, кто еще даже, может быть, хочет присоединиться, но не слышал. Вот, Елена, расскажите, пожалуйста. Ой, сейчас секундочку послушаем телезрителя и потом коротко скажете. Добрый вечер. Представьтесь и ваш вопрос, пожалуйста. Меня зовут Ирина Ульянова. Я хочу поздравить Владиславу Кузнецову с днем рождения, 22 года. Ой. Спасибо. Спасибо большое. Ну, наверное, Владислав, очень приятно. Мы тоже присоединяемся. Да, очень неожиданно. Приятная неожиданность. Да, ну вот видите. Спасибо. Расшифровала ваш возраст. Да, рассекретили меня. Да, ну всего вам хорошего. Ну, давайте все-таки вот эту заключительную информацию произнесем. Про последний звонок, потому что это очень важно. Для вас ответственность большая. Для нас это очень важно, потому что... Ну, вы продемонстрируете, на что вы способны с другой стороны. Конечно, это такое большое очень мероприятие. Проверочное даже для вас тоже. Большая проверка на самом деле, да. 25 мая в 14.00 улица Ленинградская пойдет большой колонной, большим шествием все выпускники нашего города. Они пройдут колонной по всей улице Ленинградская до набережной, где на набережной их ждет большой концерт, торжественная линейка и большая площадка города выпускников. Где представлены будут все районы. Поэтому приходите, мы будем очень рады. Будет очень интересно. Да. И, Ольга, вы как-то принимаете тоже участие на какой-то площадке будете? Или вы как организатор выступаете? Конечно, как организатор выступаете. Что бы вы хотели прямо буквально, 20 секунд у вас. И я сама являюсь выпускником, то есть во главе школы и иду на это шествие. И мы вместе с ребятами организуем площадку, на которой мы будем танцевать, развлекать детей. И это будет очень интересно. Танца молодежная. Я угадала, что площадка у вас все-таки будет. Ну, спасибо вам за то, что вы делаете. Я думаю, что это важно. И хочу пожелать быть вот такими, какие вы есть, да, с интересными творческими идеями. Спасибо большое. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Спасибо.